Всем привет! Сегодня самый информационный можно считать канал РЕН-ТВ. Из его проектов можно узнать не только, что происходило и происходит, а также и о самых невероятных гипотезах. Но поскольку ничто не может быть совершенным, даже такой информационный ресурс часто оставляет за кадром саму суть происходящего, а выводы, которые делаются в передачах, не соответствуют действительности. Я давно собирался снимать подобные посты для того, чтобы зритель научился правильно понимать то, что видит на экране. Но то, что нам показали сегодня, подтолкнуло меня к тому, чтобы снять этот материал. Закончился високосный 2020 год и, казалось, ничто не предвещает беды. Но 8 марта 2021 года можно считать кровавым понедельником в истории. Разберемся, что произошло. Начнем с прекрасной половины. Красотка-внучка, преуспевшая в модельном бизнесе, отметили свою бабушку так, что та попала в больницу. Все бы ничего, но соседи отзываются самым лучшим образом об отношениях между дамами. А в результате бабуля упала, выбила глаз и пробила голову дверной проем со слов внучки, которая, слава богу, сама позвонила в полицию. При уяснении обстоятельств удивлены были и сотрудники модельного агентства, на лицах которых было недоумение после того, как они узнали о случившемся. Что стало причиной конфликта и почему внучка так отреагировала на слова бабушки, неизвестно. Хотя, судя по ее социальным сетям, отношения с бабушкой были очень теплыми. Да и в модельном агентстве вспыльчиво Ирину назвать не могут. Причину поступка так и не выяснили. Но мадам на пару месяцев присела за решетку. Только из того, что стало известно, еще одна инстадыва после того, как распустила руки, сама отгребла по полной. Не помогли даже накаченные губы. Правда, примитивного для соцсети интеллекта хватило, чтобы согласиться с тем, что МЧС-овец вовремя погасил ее боевой пыл. Это моя ошибка, что я его послала за это. Честно, я могу сказать то, что один раз. Помахали руками и крепкие сибирские парни. У них все дошло до классики использования вместо мячей стульев. Досталось, конечно, и посетителям женского пола. Сломан нос со смещением, потом у меня ушибленная рана головы. И естественно, вряд ли найдется крупный город на просторах СНГ, в котором не было мордобоя. А количество домашних разборок вообще трудно представить. Как стало известно, в одном из случаев молодой человек расправился с бабушкой и тремя ее внуками. Разве что повезло маме и одному ребенку, которым не оказалось дома. Еще один папаша покончил с собственным сыном после поддачи и потом оказался на скамье подсудимых. Нашлись и те, кто совершил ДТП с летальным исходом, в котором погиб ребенок. Все это событие праздничного дня. И тут можно плести все, что угодно, пытаясь объяснить произошедшее. Но пока что ни полицейским извилиным, ни ученым мозгам, заслуженным регалиями, не понять, что все может объяснить нумерология. Давайте посмотрим, как это работает. Меня всегда интересовало, как устроен мир. Последних пять лет я занимался нумерологией и открыл мне много нового и интересного. В нумерологии есть ряд школ, нумерологов стало очень много, но меня больше всего раздражает, когда в нумерологии совершаются ошибки. Рассмотрим нумерологию 2020 года и две составляющих. Материальную и нематериальную, или энергетическую. Сумма всех цифр 2020 года дает четверку. Если говорить об энергии цифры 4, тут достаточно вспомнить Японию и том, что цифра 4 там обозначает смерть. Это прекрасно подтверждается пандемией коронавируса и практически почти двумя миллионами летальных исходов в 2020 году. Если говорить о материальной составляющей, то цифра 4 это бизнес. Причем, если бизнес сделан досконально, до последней точки, до последнего гвоздника и, как говорится, до вишенки на торте, то такой бизнес приносит успех. Опять же 2020 год кому-то принес финансовые проблемы, но кто-то на этом заработал целое состояние. Итак, давайте рассмотрим с помощью нумерологии хронологию событий даты 8 марта 2021 года. Сумма цифр 2021 года дает нам 5. В нумерологии это аркан и аэрофант и, как правило, это воплощение души из созвездия Асгард или другой планеты или достаточно большую связь с такой душой. Если взять 8, то в данном случае мы имеем дело с арканом силы. В результате мы получаем достаточно большое количество криминальных историй с применением силы, которые представлены в виде драк и даже убийств. нумерология достаточно точная наука. Тот, кто разбирается в нумерологии, понимает нумерологию, всегда сможет как объяснить любое событие, так и рассчитать любое событие. На этом мы с вами прощаемся. Еще раз поздравляем всю прекрасную половину человечества с прошедшим 8 марта. Всем желаем здоровья, успехов и всего самого наилучшего. Мы вас любим. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok